приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова сегодня мы поговорим о бюджетной парфюмерии о той которая лично меня впечатлила которая обладает достаточной стойкостью для того чтобы я успела всем этим насладиться и момент доступности бюджетности это всегда предмет споров почему-то в комментариях и почему все время мне пишут что доступные парфюмерия этого 100 рублей но просто я не встречала возможно это мое упущение пока я не встречала фантастических каких-то композиций за 100 рублей до чтобы они хорошо держались были оригинальными были интересными но для меня доступная парфюмерия это в районе от 1000 до например трех тысяч рублей я считаю так наше время давайте будем реалистами все-таки будем честны это нормальная цена для парфюма в котором достаточная будет стойкость достаточная самобытность в плане характера и он будет милым интересным каким-то который вам захочется носить они просто так знаете понюхали послушали и баночку навсегда убрали или пользуйтесь где-то там в туалетной комнате композиции оказались действительно приятных мы говорим об ароматах о бренде дженни главу занимается им две сестры этим брендом и довольно таки успешно надо сказать что уже многие попробовали и сравнили эти ароматы с нишевыми они направлены в сторону джо малон парфюмерии да это бюджетная парфюмерия вполне доступно по цене где-то 1500 1600 рублей за флакончик в 30 миллилитров они вам обойдутся и на рандеву они есть кстати говоря приобретала я да по-моему там я и приобретала просто прошло уже полтора года с тех пор как я ими пользуюсь добавить что эти же самые сестры владельцы бренда дженни главу они развивают бренд джаста джек думаю все кто когда-либо искали в парфюмерии клоны схожие более бюджетные ароматы нишевые тоже этот бренд хорошо знают ну что давайте приступим у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ароматов и практически все женские большинство из них я с удовольствием ношу в теплое время первый аромат с которого мы начнем нашу беседу это нектарин бласом один из тех ароматов которые я точно совершенно советую использовать летом восхитительный такой холодный фруктовый зелеными нотками не напрягающий очень освежающий и знаете похож на пожалуй такой коктейль фруктовый с нектарином со льду вещь действительно приятная у него есть естественно прототип как у всех у них в бренде джо малон я не каждый из них могу сравнить прототипом потому что просто уже их не помню когда у нас был отдельный такой вот бутик джо малон я могла походить посравнивать и в общем-то это и сделала как только они у меня появились по стойкости примерно так же поскольку ношу летом я не требует него никакой завышенной стойкости но слышу часа три-четыре иногда пять разные ароматы по-разному насыщенные вот этот действительно мне нравится подходит очень милый я бы советовала вам попробовать если люди нектарины не персики а вот он именно такой не сладкий свежий следующая композиция особенно приятная для меня как выяснилось и я люблю ноту ангелики называется эта композиция angelica sinensis и по сути ангелика это дягель такое вот растение семейства зонсочных имеет очень бодрящий звенящий какой-то радостный я бы сказала ромбоват масло и используют в качестве такого поднимающего настроения бодрость сила духа и для хорошего здоровья и настроения вот так это еще древнерусское название я узнаю эту нотку в парфюмерных композициях мне она нравится я как-то к ней особенно прикипела она редко встречается но если она там есть то я ее совершенно точно слышу вот интересно сталкивались ли вы с ароматами с нотой ангелика также здесь есть тубероза я хорошо к ней отношусь она в этой композиции не душно но добавляет звонкости прохладности и такого хорошего настроения и вот этот самый sinensis в названии это камелия китайская в общем здесь композиция я бы сказала веселящая и с другой стороны какая-то очень тонкая такая девчачья и аккуратная она не попсовая очень вкусно мне нравится я его носила с удовольствием в теплое время года он при раскрытии превращается в более такой уходовые ароматы и похож на пожалуй крема с вот нотками ангелики следующая композиция наверное понравится тем кто любит более такие густые терпкие ароматы называется поме гранат граната тут самой композиции как бы то ни странно нет но есть много того что делает этот аромат густым фруктово таким вот терпким с нотками дерева здесь есть и амбра и даже полынь насколько я помню в общем это аромат нишевый унисекс вполне может его носить и мужчина и женщина мне он нравится именно такие ароматы часто называют поме гранат и он тоже похож очень на аромат джо малона и держится примерно столько же есть здесь что-то от корочки возможно граната вот такой настоящий горечи фруктовый горечи понимаете да то есть что-то такое терпкое густое что можно наверное добавить в чай при заваривании понимаете то есть это как будто бы какая-то смесь которую можно добавить в чай он мне нравится подходит я носила его много раз и кстати говоря и в холода и в теплое время года он горьковат и поэтому подходит но вот в моем случае на все сезон верное понравится он еще и тем кто любит ароматы в стиле атом форт black or hit конечно это совершенно разные композиции но я имею ввиду вот такая насыщенно травяниста фруктовая горечь пачули здесь тоже есть до композиция интересная следующая композиция называется ну я думаю знаменитую композицию с таким же названием вы скорее всего где-то уже встречали от джо малон это груша и фрезия а фрезия это сорт ирисовых то есть здесь опять же не сладкая композиция зеленая такая хрусткая груша и вот эти похожие на ирисовые нотки и я бы сказала что звучит это как коктейль холодный коктейль со льдом из грушей вот действительно это похоже на с какими-то еще возможно специями может быть вот фрезия как раз дает такую специевость легкую аромат приятные наверное даже у не секс но мне кажется и мужчины с удовольствием такой аромат наденут алкогольные легкий какой-то напиток может быть это знаете какое-то шампанское сухое с грушей вот так бы я это описала приятный милый не самый мой любимый из всех что у меня есть но летом в самую жару я несколько раз его носила он не душит он освежает такой чуть шипучий напиток с грушей на моей коже он кислит чуть больше чем мне хотелось бы но летом ну вот сейчас я его заново нанесла да и чувствую что есть кислинка вот это неспелой такой фруктовости но летом он не выдавал не эту кислинку то есть еще раз делаю вывод что аромат для меня для моего типа кожи или специевая такая композиция очень приятная цветочно-специевая солнечная согревающая мимоза и кардамон топпинг для кофе или чая цветочно-кардамоновые иногда я у меня у нота кардамона путаются с ноты корицы уже когда они заварены знаете вот в чай в кофе сейчас я его снова нанесла на руку понимаю какой он приятный какой сладкий успокаивающие какой-то медитативный такой аромат пушистый понравится скорее всего тем кто любит специи ну а если давно искали мимозу в парфюмерии то здесь она чувствуется такая вот знаете пушистая самая настоящая сладенькая густая уже распустившаяся мимоза следующий аромат называется дак амбра то есть это темная амбра и он звучит даже как мне кажется мягче и симпатичнее более на сибилен и для мужчин и для женщин чем его аналог в бренде джемала в нотах есть еще и ладан поэтому композиция немного загадочная мягко-сладко амбровая такая растительная и да она мне очень нравится я с огромным удовольствием вот сейчас как раз ее ношу и пока еще она не появлялась у моих видео потому что мне хотелось снять отдельное видео про ароматы дженни глоу вот теперь вы знаете что я сейчас удовольствие вношу чем греюсь сладкая вкусная в меру сладкая не слишком сладкая амбра думаю что понравится всем кто любит ароматы унисекс при этом не слишком терпкие не тяжелые а такие очень даже похожие на теплый шарф какой-то свитер я коньяка тут мне чудится или какого-то эликсира бальзама вот кто любит такие бальзамические натуральные ароматы похожие на настоящие амбровые и такие не слишком терпкие в меру сладкие вам обязательно должно понравиться будете носить на пару с мужем или со своим молодым человеком и радоваться что нашли такую вот недорогую вещь возвращаемся к юности позитиву и женственности дженни глоу пиоли достаточно большой коллекции можно заметить моей до парфюмерной что этот аромат мне очень понравился да я его пару раз в день обновляла чтобы на целый день он был со мной пион здесь звучит ярко вкусно в меру сладко свежо и это тот аромат который я советую всем любителям пионов если вам не нужен ну такой знаете в стиле делины что-то тяжелое мускусная долго играющий если вы хотите аромат комплементарные легкие поднимающие настроение просто милый то есть скорее всего у вас будет хорошее настроение с этим ароматом он явно дающий позитив он дает небольшой но дает здесь есть нотки телесности такой так что вот это бежевая наклеечка очень тут кстати аромат комплементарный хотя и простой на мой взгляд но он обращает на себя внимание еще один мой любимчик уже успел им стать и это мирф энд бин создает ощущение а знаете чего какой-то абрикосов а вот этим пушистым чуть миндальным звучанием он мне напоминает знаете что саншайна муашь я не помню его аналог он есть естественно в джо малон но если вы любитель вот таких композиций типа саншайна муашь с легким миндалем с какими-то желтыми такими цветами пушистыми почти гурманика но вроде бы не гурманика очень привлекательно вкусно я бы так сказал мне уже достаточно того что он похож на один из моих любимых ароматов а там аж который есть моей коллекции и я поэтому им тоже с удовольствием пользуюсь пользуюсь и весной и летом и зимой но они уже у меня я говорила вам довольно таки долго в коллекции но если вам нравится вот такая пушистая мягкая вкусненькая слегка абрикосовая ореховость то вы наверное будете в восторге от него ну а вот этот аромат я уже отдала мужу и это то что я совершенно точно сама носить не буду потому что он на да он позитивный он какой-то очень расслабляющий тут есть и лаванда и все вместе для меня складывается в шикарную какую-то дорогую пену для бритья на мужскую если вы небольшой любитель унисекса то скорее всего это аромат не ваш но если хотите сделать приятный недорогой подарок мужчине молодому человеку сыну то скорее всего вот этот аромат ему ну должен просто понравится потому что он настолько позитивный приятный легкий и с какими-то умиротворяющими успокаивающими нотками не сладкий что скорее всего он придется по душе ваш подарок и вам будут благодарны про релакс я говорю потому что тут петит грейн и его используют как раз как такой вот и релаксирующий компонент добавляют в масло в свечи эти ноты помогают снять напряжение стресс вот для этого петит грейн собственно и используют в терапии в спа-салон вот такие у меня парфюмерное открытие напишите пожалуйста знакомы ли вы с этим брендом какие ароматы есть у вас есть ли у вас ассоциации что они на что-то похоже но поскольку я не каждый день могу обонять слушать сравнивать парфюмерии джо малон то есть какие-то ароматы я конечно же знаю что-то у меня было что-то вот леван так что-то в полном объеме но вот сейчас остался только один аромат это колокольчики и собственно был бы любал да и все мои коллекции я решила что имея вот эту коллекцию парфюмерии довольно таки бюджетно доступной по цене мне уже джо малон и не нужен потому что да действительно есть некоторые сходство буду ждать вас в комментариях спасибо огромное за ваше внимание за то что вы были сегодня со мной надеюсь было для вас полезной и актуальной в это время с подборкой бюджетной парфюмерии конечно же желаю вам удачи всего самого доброго и будьте благодарны за то что имеете увидимся